Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Извините, это детективное агентство? Да, здравствуйте. Чем могу помочь? Я могу поговорить с вашим руководством? Конфиденциально. Конечно. Раздевайтесь. Давайте я вас провожу. Алексей Викторович, это к вам. Как вас представить? Слепцов Николай Алексеевич. Очень приятно. Очень приятно. Меня зовут Алексей Викторович. Проходите. Я могу с вами поговорить конфиденциально? Да, конечно. Наташ, позвони, пожалуйста, Надежде Петровне, спроси, как у нее дела, и выясни, нужна ли ей наша помощь. Угу. Поняла. Слушаю вас. Меня хотят ликвидировать. Не понял. Чего непонятного? Меня хотят убить. Давайте по порядку. На вас было совершено покушение? Во дела. Мне сказали, что вы лучший сыщик в городе, а вы... Ну, таким образом можно с вами не срабатываться. Извините, ну, беру свои слова обратно, но вы меня тоже поймите. Меня хотят убрать. Ну, в смысле убить. А вам чего-то непонятно. И все-таки давайте по порядку. Давайте. Почему вы решили, что вас хотят убить? Понимаете, я состоятельный человек. У меня свой бизнес, деловые партнеры. И не исключено, что есть недоброжелатели. Я уверен, что за мной установлена слежка. Я нутром чувствую, что моей жизни и жизни моей жены угрожает опасность. Ну, а помимо того, что вы нутром чувствуете опасность, какие-то проявления агрессии по отношению к вам или к вашей жене были? Кажется, нет. Но я чувствую, что будут. Обязательно будут. А от нас вы что хотите? Я бы хотел, чтобы вы вычислили тех людей, которые имеют на меня зуб. Ну, вывели их на чистую воду. Понимаете меня? Ну, кажется, да, понимаю. Вот и отлично. Я так и знал, что мы с вами сработаемся. Вот мой домашний адрес, номер машины и время, когда мой водитель заезжает за мной. О гонорере можете не беспокоиться. Я в долгу не останусь. До завтра. А за моей женой пока следить не надо. Она у меня приболела и сидит дома. Данила, Наташа, зайдите ко мне. Держи. Это адрес Липцова Николая. Завтра в районе 10 он выйдет из дома. Передвигается он на машине. Ваша задача наблюдать за ним, не спуская с него глаз. Выяснить, следит ли кто-нибудь за ним. Ну, если, конечно, следит. Алексей Викторович, вы что, решили ему помогать? Он же какой-то с дружеским приветом. Наташ, люди бывают разные. Мне тоже он показался странным, но это еще не повод отказывать человеку, если он пришел к нам за помощью. На следующий день помощники начали наблюдение за Слепцовым. Смотри, Слепцов машину отпустил. Да, слушай, он полтора часа по городу катался, а до офиса так и не доехал. Какой-то праздно шатающийся тип. Честное слово. Время полдень, а он и не думает работать. Ну, может, у него специфика работы такая. Ой, Данила, только ты не бреть. Что за специфика такая? Тем более, мы к этим палаткам уже третий раз подъезжаем. Ну, может, он следы заметает. Угу. Ну, смотри-ка, проголодался. Давай за ним. Слежка за Слепцовым не принесла результатов, и Насонов попросил Николая приехать в офис. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Я полночи не мог уснуть. Вы выяснили, кто они? Я хочу вам сказать, что мои помощники два дня неотступно за вами следовали. Хочу вас заверить, что никто, кроме них, за вами не следил. Все понятно. Вы считаете, что я идиот. Да что вы о себе возомнили. Не справляйтесь с работой, так и скажите. Николай Алексеевич, вы, пожалуйста, успокойтесь. Ну, может быть, вам просто показалось. Я не исключаю, что вам нужно сменить обстановку, забыть на время о работе, ну, просто отдохнуть. Значит так, сегодня я даю вам выходной, а завтра в 10 утра ваши помощники должны быть на своем рабочем месте. Я надеюсь, вы меня поняли. Алексей Викторович, потерпевший выскочил прям как ошпаренный. Надо было с его женой поговорить. Может, она как-то объяснит поведение своего мужа. Наташа, найди мне, пожалуйста, имя и телефон, и пришли смской. Хорошо. Через пять минут будет сделано. По дороге Насонов позвонил Марии Слепцовой и договорился с ней о встрече. Здравствуйте. Вы извините, что я вас беспокою, но дело в том, что мне очень нужно с вами поговорить. Ничего страшного, я как раз собиралась прогуляться. Так, какое у вас ко мне дело? Понимаете, несколько дней назад ко мне в агентство обратился ваш муж Николай. А он считает, что за ним кто-то постоянно следит. Более того, он считает, что его, а возможно и вас, хотят убить. Продолжайте, я вас слушаю. Ну, наверное, я не должен с вами делиться этой информацией. Нет, вы сделали абсолютно правильно. Дело в том, что Николай болен шизофренией. Как вы сказали? Николай болен шизофренией. Это у него наследственное. В роду и отец, и дед болели этим заболеванием. Но в жизни это почти не проявляется. А несколько месяцев назад Николай стал владельцем крупного состояния. Ему что, богатство с неба свалялось? Нет, дядя Николая был крупным бизнесменом. Случайно он узнал о том, что жена ему изменяет, а дочь все знает и покрывает мать. В гневе он написал завещание, в котором весь свой бизнес, все свое состояние он оставляет Николаю. В общем, хотел жену припугнуть, а получилось все не так, как задумывалось. Что вы имеете в виду? Спустя месяц после того, как было написано завещание, дядя скоропостижно скончался. Ему было 52, тромб оторвался. А Николай проснулся миллионером. Ну, так история, прям хоть роман пиши. Да, я говорила Николаю, чтобы он отдал все законным владельцам. А он и слышать ничего не хочет. Говорит, я и есть законный наследник. Купил машину, водителя нанял. Сам он не может водить в связи с болезнью. В общем, в связи с этими переживаниями здоровье Николая резко ухудшилось. О лечении он слышать не хочет. Так что все, что ему сейчас мерещится, это всего-навсего бред, галлюцинация. Я понял. Ну, спасибо, что все рассказали, что ничего не утаили. Вот моя визитка. Там телефон. Ну, если понадобится, позвоните. До свидания. Спасибо. Алло, Николай? Да, это я. А, нам надо поговорить. Сегодня никак? Ладно. Хорошо, завтра в 10 я туда подъеду. Бизнесмен Николай Слепцов убежден, что его хотят убить. Детективы установили за ним наблюдение, но ничего подозрительного, кроме поведения самого клиента, не обнаружили. Насонов выяснил, что Слепцов болен шизофренией, а его бизнес и крупное состояние – это наследство от дяди-миллионера. На следующий день детектив ждал Слепцова в назначенном месте. Через 30 минут ожидания он позвонил Николаю. Странно. Алло, Мария, а это Насонов. Скажите, Николай у себя, у него телефон почему-то выключен. Не может быть, сейчас я подъеду. Николай погиб. Значит, он был все-таки прав, за ним следили? Нет. Нет, слежка – это плод у больного воображения. Тогда что же могло произойти? Вчера вечером Николай не вернулся домой. Я позвонила Насоновой, телефон был отключен. Я легла спать. Подумала, что все обойдется. А наутро мне позвонили из полиции и сказали, что Николай разбился. Не справился с управлением. Не справился с управлением? Значит, он сам был за рулем. А где же был водитель? Да его отпустил. Еще днем. А сам сел за руль. Да-да, он же всегда отпускал водителя днем. А где это произошло? Машину нашли на другом конце города. Ума не приложу, что он там мог делать. Прошла неделя с того момента, как Насонов узнал о смерти Николая. Мария Слепцова отказалась от услуг детектива, так как была убеждена, что мужа никто не убивал. Да, Мария, конечно, помню. К вам приехать? Договорились, сейчас подъеду. Здравствуйте, спасибо большое, что приехали. Мария, что случилось? Меня хотят убить. Или я сошла с ума. В свете последних событий это звучит абсурдно, но я... Я действительно не понимаю, что происходит. Ну, давайте поднимемся к вам в квартиру, там спокойно все расскажете. Нет. Почему? Понимаете, последние несколько дней у меня такое ощущение, что кто-то бывает у меня дома. Вчера вечером, когда я ложилась спать, у меня на ровном месте случился жуткий приступ астмы. Вы астматик? Да, у меня атопическая астма, она вызывается аллергенами животного и растительного происхождения. А дома не оказалось ни одного ингалятора. Понимаете, они все куда-то пропали. Слава богу, один ингалятор был у меня в сумочке, я всегда ношу его с собой. А приступ был настолько сильным, что я не смогла оставаться дома. Так, где же вы ночевали? У подруги. Я боюсь возвращаться домой. Мария, а вы не будете возражать, если я заберу на время ноутбук и мобильный телефон вашего мужа? Да, конечно. Тогда я с вашего позволения поднимусь в квартиру, возьму эти вещи. Да, они в комнате. Наташа, а ты пока запиши, как связаться с женой вот этого покойного дяди. С Ликой? Ну, зачем? Неужели вы думаете, что это ее рук дело? Нет, она совершенно не такая. Лика очень порядочная женщина. Ну, заодно и проверим, какая она порядочная женщина. Можно ключи? Да, конечно. А вы поживите пару дней у подруги? Ну, что, есть информация по Лике Голицыной? Еще бы. Смотрите. Бизнесмен Голицын примеряет рога. Миллионер лишает свою семью наследства. Бедные родственники Глеба Голицына. В общем, Глеб Голицын действительно переписал свое состояние, когда узнал, что его благоверная наставляет ему рога. Это Лика. У нее свой бизнес. Салоны красоты премиум-классы. И два ресторана. Ну, так что она не бедствует. А вот эта, Катя, их дочь, 20 лет, студентка. Учится за границей. И, что странно, две недели назад, в самый разгар учебы, она приехала в свой родной город. Ну, молодец. Оперативно. Ну что, я тогда пообщаюсь с этой бизнес-вумен. А вы займитесь ноутбуком и телефоном Слепцова. Возможно, там есть какая-нибудь полезная информация. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А, я частный детектив. Моя фамилия Насонов. Я вам звоню. Присаживайтесь. К сожалению, у меня мало времени. Чем я смогу вам помочь? Я представляю интересы Марии Слепцовой. Думаю, вы знакомы. Да, конечно. Так вот, на Марию совершено покушение. Да что вы говорите. А при чем здесь я? Или вы думаете, что? Извините. Алло. Нет, я не могу сейчас говорить. Я перезвоню, хорошо. Извините, я ничем не смогу вам помочь. Я вас предупреждала, у меня мало времени. Мне надо работать. Да, понимаю. Извините, всего доброго. До свидания. Привет. Ну, я же просила тебя быть осторожной. Ты прекрасно знаешь, что ты единственная, кому я могу поручить это дело. Насонов показал помощникам запись телефонного разговора Лики Голицыной. Да, я не буду волноваться. Но если все это станет известным, я надеюсь, ты знаешь, что делать. Жадная двуличная особа. А на первый взгляд и не скажешь? Ну, ты просто плохо разбираешься в женщинах. Ладно, за таких хорош. Наташа, надо будет поехать на квартиру Слепцовой, установить там видеонаблюдение. Я уверен, что некто туда обязательно наведается. И постарайся обнаружить в квартире то, что вызвало у Слепцовой приступ астмы. Хорошо, я поняла. Может, я ей помогу? Нет, Данила, ты нужен здесь. Займись вплотную телефоном и ноутбуком Слепцова. Хорошо. Наташа установила скрытые камеры в квартире Слепцовой и уже час искала аллерген, из-за которого у Марии случился приступ. Так, у Марии случился приступ, когда она легла спать. А, ну, конечно. На следующий день Наташа отслеживала видео с камер наблюдения в квартире Слепцовых. Алексей Викторович, тут кто-то к Слепцовой пожаловал. Смотрите. Дайте-ка мне фотографию Кати Голицыной. Сейчас. Вот они. Ну, лица тут не было видно, но эта девушка похожа на Катю. Так, Наташа, забирай Марию, давайте к ней домой. Выясните, что за сюрприз приготовила эта особа. Угу, хорошо. Данил, и ты поторопись, мне нужна информация из телефона и ноутбука Слепцова. Да, сейчас. Слепцов неплохо разбирался в компьютерах, поэтому взломать его ком показалось сложнее, чем я думал. Угу. А я зайду к Лике Голицыной, задам ей еще пару вопросов. Угу. Да, я слушаю тебя. Взломал электронную переписку с Слепцова. Вот этот поворот. Молодец. Выясни-ка все мне про эту Полину. Давай. Бизнесмен Николай Слепцов убежден, что его хотят убить. Детективы установили наблюдение за клиентом. Насонов выяснил, что Слепцов болен шизофренией, а его бизнес – это наследство от дяди-миллионера. Детектив решил поговорить с Николаем, но не успел. Тот погиб. Неожиданно Мария Слепцова, жена погибшего, заявила, что ее хотят убить. Подозрение падает на Лику Голицыну, вдову покойного дяди-миллионера. Здравствуйте, Лика. Здравствуйте. А разве мы договаривались о встрече? Нет, но я надолго вас не задержу. Извините, нам придется попрощаться. Я правда очень занята. Чем? Наследство возвращайте. Я не понимаю. Лика, а давайте с вами на чистоту. Николая Слепцова убили. Его жене грозит опасность. И вы, и я знаем, чьих рук это дело. Более того, у меня есть видео, которое подтверждает причастность вашей... Ой, а я думала, ты одна. Здрасте. Здравствуй, Катя. Мы с вами знакомы. Что-то я вас не припомню. Мама – это кто? Так, Катя, присядь. А лучше выйди отсюда. Катя, постой. Скажи, пожалуйста, а где ты была час назад? Час назад? Мама, где я была час назад? Так, все, хватит. Присядьте. Надо все объяснить. Я не хочу, чтобы меня обвиняли черное-то в чем. Дело в том, что у меня скоро свадьба. И мой жених – это человек, из-за которого мой покойный муж переписал все свое состояние на своего племянника. И что? Мой жених – состоятельный человек, и мы не хотим афишировать наши отношения. А тем более предстоящую свадьбу. Если учесть тот факт, что мой муж погиб менее семи месяцев назад, ну, вы меня понимаете. А час назад Катя была в доме моего жениха. Это может подтвердить прислуга и дворник. Они там живут. Ну, кажется, теперь я понимаю, что значит этот звонок. Привет. Ну, я же просила тебя быть аккуратней. Ты единственная, кому я могу доверить это дело. Так это мама со мной разговаривала. Ну, точнее, отчитывала. Я сболтнула лишнего журналюгом про ее свадьбу. Вот она и была недовольна. Извините. Да. Алексей Викторович. Слушай, слушай. Я пробил информацию по Карасевой Полине. Девушка оказалась из отряда охотниц за толстыми кошельками. И, судя по переписке в телефоне, последние четыре месяца она находится в плотных отношениях со Слепцовым. Адрес ее есть? Да. Устанавливаю за ней наблюдение. Хорошо. Лика, вы извините меня, пожалуйста. Надеюсь, в вашей свадьбе пройдет спокойная обстановка. Дай, слушаю тебя. Алексей Викторович. Я нашла шарики ртути в ванной комнате у Марии. Изощренной особой. Ничего не скажешь. Марии кажется, что могли подменить ее таблетки. Таблетки возьми на экспертизу. А Марии предложи еще пару дней пожить в подруге. Хорошо, поняла вас. По заданию Насонова, Данила установил наблюдение за Полиной Карасевой, любовницей убитого Слепцова. Вот эта баба. У нее недавно умер муж. Нужно все сделать так, как будто безутешная вдова не перенесла смерть мужа и покончила жизнь самоубийством. Да, здесь ее адрес, по которому она проживает. А вот ключи от квартиры. Все ясно? Да. Хорошо. Значит, желательно все сделать до конца этой недели. Справишься? Да. По цене. Денег у меня нет. Но есть очень хорошая машина. Она примерно стоит ляма-полтора. Согласен? Да. Хорошо, у меня все. Алло, здравствуйте. Могу я поговорить с доктором Тарасовым? А, здравствуйте. Это Полина Карасева. А как там мои анализы? А, хорошо? Да, да. Я, конечно, соблюдаю режимы и диеты, как положено беременным. Угу. До свидания. Данила проследил за Полиной и ждал Насонова у ее дома. Ну что, пойдем пообщаемся с этой Полиной Карасевой? Пойдемте. Кто там? Здравствуйте, мой Жек. Откройте, пожалуйста. Полина Карасева? Да. А я вот частный детектив, а это вот мой помощник. Угу. И что вам от меня надо? Зачем вы убили Николая Слепцова? Вы извините мою коллегу, он бывает иногда так невоспитный, но, если честно, мне тоже очень интересно. Да вы оба сумасшедшие. Я никого не убивала. Это был несчастный случай. Входите. Присаживайтесь. В тот вечер мы встретились как обычно. Я так счастлива, что встретила тебя. Мне с тобой так хорошо. Коль, все в порядке? Ты какой-то странный сегодня. Все хорошо. Ты хотела мне что-то сказать? Да. У меня для тебя есть сюрприз. Где он? Здесь. Ты скоро станешь папой. Папой? Да. Я буду папой. Мне нужно уходить. Я не хочу, чтобы они причинили вам вред. Я смогу вас защитить. Коля, какой вред? Какой защитить? Ты куда? Это бред какой-то. Больше я его не видела. Да, смерть Слепцова, конечно, в ваши планы не входила. Но на приличную часть его состояния вы все-таки рассчитывали. А что, хороший план. Убить его жену и оставить одного наследника. Вашего незаконно рожденного ребенка. Я знаю, что у вас есть ключи от квартиры Слепцовых. Я знаю про ртуть и про кошачью шерсть. Да вы говорите какую-то чушь. Вон отсюда. А вы знали, что Николай был болен? И то, что его болезнь передается на генетическом уровне? Какая болезнь? У него психическое расстройство, шизофрения. Нет. Это этого не может быть. Теперь у вас будет много времени подумать, к чему привела вас алчность и жадность. Прошу. Полина Карасева призналась в покушении на жизнь Марии Слепцовой. Ее приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. От ребенка Полина отказалась сразу после родов. Малыша усыновила Мария Слепцова. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Помощник детектива Данила возвращался в офис с информацией по делу. Спорящие девушки поначалу не привлекли его внимания. Какая же ты рохля. Вчера твоя статья вышла под фамилией Лапидус. Сегодня Кукушкиной. А где Алена Зайцева? Ксения, не преувеличивай. Алены Зайцевой будто вовсе на кафедре нет. Надо бороться за свое имя в науке. Да ладно тебе. Но если у них мозгов не хватает свое придумать, что же делать? О, стой! Тут зараза такая! Черт, куда же она делась-то? Свернул во двор, а там тупик и все. Пропала. Вот же мерзавка мелкая. Телефон украла. И все деньги. Надо в полицию заявить. Да что, у них дел нет, но заниматься. Да бог с ним с телефоном. Там фотки были со дня рождения Стаса. Я напечатать не успела. Опять голову в песок прячешь? Нет уж подруга. Я сама тебя отведу. Готов быть свидетелем. Ознакомьтесь, все ли верно заполнено? Вот ваш паспорт. Удостоверение помощника частного детектива. Да, все верно. Тогда распишитесь. Вот здесь. Да-да, здесь, пожалуйста. И еще вот здесь. Все? Да, вы можете быть свободны. Алена Дмитриевна, давайте уточним показания. Мне нужно с вами поговорить. Хорошо. Я в коридоре подожду. Можно? Да, конечно. Вы должны уберечь Алену от беды. Вашей подруге кто-то угрожает? Никто? А что? Она скоро замуж выходит. Ну, так это же круто, наверное. Это ужасно. Ее жених жуткий гад. А она ничегошеньки не понимает. Угу. Ну, я сам таким делом заняться не могу. Вам надо обратиться к моему шефу. А что случилось? Алиса, что произошло? Как тебя в полицию занесло? Ты представляешь, какая ерунда произошла? У меня с 30 бела дня украли телефон и все деньги. О, господи. Как всегда. Извините. Ну, рассказывай нормально только. О, господи. Чего вы ждете? Звоните своему шефу. Слушайся, полянуйся. Аленка со Стасом Придорожным давно вместе живут. Она на него наглядеться не может. Стасик то, Стасик сё. Он ее ни в грош не ставит. Мерзавец. Ну, может быть, это их личное дело? Да я не могу видеть, как издеваются над моей подругой. Она одно пальто четвертый год таскает. А у него ботинки две ее зарплаты стоят. То есть, Алена его обеспечивает? Не прямо так. У него есть своя палатка, телефонами торгует. Но он все свои деньги тратит на себя. А Аленка его кормит. А сейчас распишутся. Он у нее и квартиру оттяпает. Помяните мое слово. И вообще, сосви тут живет. Ну, вот я пока не вижу, чем мы можем помочь. Так это мой виду. Стас от Аленки гуляет, я уверена. Вы должны его прищучить. Ну, мы, конечно, можем собрать доказательства его измены. Но вряд ли ваша подруга захочет узнать правду. Ну, как это? Ну, вот вы хотите открыть Алене глаза на ее жениха. Но это может разрушить вашу дружбу. Нет уж. Я должна что-то сделать. Наташа и Данила проследили за Стасом Придорожным. И вскоре обнаружили дом, в который он регулярно наведывался. Осталось собрать доказательства измены. Данил, придорожный идет. Что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Наташа, Стас зашел в квартиру номер 28. Узнай, пожалуйста, кому принадлежит квартира. Наташа не составила труда узнать, что квартира, куда вошел Стас, сдается. Смотри, я узнала. Квартиру Стасу сдает Федякина Валерия Денисовна. И живет она вон в том доме, квартира номер 45. Вперед. Я? Ну да, пенсионерки тебя любят. Ну, может, мы вместе? Нет? Ну ладно, я пошел тогда. Ну, жилец у меня. И что с того? Все оформлено по закону. Договор могу показать. Нет, мне договора не надо. Меня интересует, кто к вашему жильцу ходит. Понятно, кто. Девки ходят. Ну, а что? Мужчина неженатый. Паспорт сама видела. Приодетый. Ну-ка, подай-ка мне вон ту баночку. Нет, нет, не ту. Вон там, в углу. Да. Ну-ка. Что это? Это что? Это зелье? Скажешь тоже. Чай это. По особому рецепту. О, люблю, чтоб чаем на всю квартиру пахло. А насчет девок. Я женщина прогрессивная. И я в чужую жизнь не лезу. Но соседи. Возмущаются, да. Они одолели меня в конец. Нет, то, что к Маринке с третьего этажа при живом муже ухажер ходит, это значит нормально. А как к съемному жильцу, так... А сейчас у него женщины бывают? Ну, как не быть-то? Конечно, бывают. Ходит такая, ой, смотрит, как каргона. Нет, ну правда, у него в глазах написано, вот, получу все, что хочу. Привет, Наташ. Привет. Это что, это гламурная шпионская экипировка? Положи. Надо Алене про жениха рассказать. Он уже сейчас ей изменяет, а что после свадьбы будет? Наташ, ну ты не кипятись. Ты сама о чем говоришь всегда? Надо действовать по протоколу. И клиентка у нас не Алена, а Ксения. Что с делом придорожного? Факт измены установлен. Парень вообще хорошо устроился. Начальства нет. В любой момент повесил надпись «Учет» на палатке и свалил к любовнице. Осталось только получить фото доказательства. Ну и тогда чего ждем? Мы маскировку подбирали. Вперед, вперед. Ксения Филатова просит доказать, что ее подруге Алене Зайцевой изменяет жених. Впрочем, Алене не везет не только в этом. Малолетняя грабительница украла у нее телефон и деньги. Детективы установили наблюдение за женихом Алены Стасом Придорожным и выяснили, что он встречается с предполагаемой любовницей на съемной квартире. Остается добыть документальное подтверждение измены. Кто там? Соседка ваша, вы нас заливаете. У нас все сухо. Ну и что, у меня с потолка течет. Давайте проверим. Девушка, идите, у нас все нормально. Вы учтите, я вернусь с водопроводчиком. Куда он вечно пропадает? Отлично. Дом, в котором Стас снимал квартиру, оказался неподалеку от двора, где скрылась воришка. Данила решил, по собственной инициативе, раскрыть тайну, которая не давала ему покоя. Так вот она где-то сиделась. Да, Наташ. Да, сейчас буду. Да, возможно, она просто за дверью отсиделась. Хорошо, я передам информацию следователю. Но мне казалось, что у вас другое задание. Вы камеру в квартире придорожного поставили? Ну, почти. Ну, вот как поставите, так доложите. Хорошо. Нам что, велели камеру поставить, правильно? Я почти раскрыл еще одно дело. А я тебя ждала, как дуга в халате. Кто там? Соседка, я с водопроводчиком пришла. У нас потолка течет. Откройте дверь. Я участкового приведу. Тяжелый случай. Под кого нам теперь маскироваться? Не знаю, всегда прокатывала. Алексей Викторович передал полученную от Данилы информацию следователю Сироткиной. Он спрятался у нас за железной дверью, там, в общем-то, отсиделась. А потом тихо, спокойно ушла. Подобных случаев у меня зарегистрировано 8 за месяц. Наверняка не все из пострадавших обратились в полицию. Орудует группа подростков. На роликах, скейтах. Хватают сумку и удирают. А во всех случаях забирают только деньги и телефоны? Мобильную технику. Телефоны, планшеты, плееры. Деньги крадут не всегда. Сумку сбрасывают неподалеку, документы не берут. Все говорит о том, что группой кто-то руководит. Но если мы знаем метод их действий, то, может быть, стоит организовать засаду? Подросток, если взять его с полицию, он уже долго отпираться не сможет. Как вы себе это представляете? У меня завал, людей не хватает. А я тут буду ваших воришек караулить. Давайте сейчас не будем спорить, наших или ваших. Мы готовы помочь. Я могу посмотреть материалы по этим грабежам? Материалы следствия? Нет, ни в коем случае. Ну, хотя бы статистику. Кто где, куда убежал, что взяли? Ну, пожалуй, это я могу для вас сделать. Может, камеру в подъезде поставить? Напротив двери? Ну, и что это даст? Мало ли, какая тетка зашла. Это не доказательство. Ну, я мог бы в окно влезть. Ты что, человек-паук? На четвертый этаж? К тому же, это уже взлом и проникновение. Я так понимаю, камеру не поставили? Миссия невыполнима. А вы в шпионов не заиграли случайно, а? Алексей Викторович, ну, статус никому не открывает. Не вламываться же. А у кого могут быть запасные ключи от квартиры придорожного, а? Точно. Правильно, у квартирной хозяйки. И сам статус нам для этого совершенно не нужен. Ну, какой чай это у вас душистый? Сама сбор делаю, моё нау-ноу. Ноу-хау, наверное. Да какая разница? Жаль, жаль, что квартира уже занята. А мне-то сказали, вы сдаёте. Да, до конца месяца занята. Нынешнего я уже предупредила. Я, конечно, женщина широких взглядов. Ну, некоторые любят совать нос в чужие дела. Обещали в ЖЭК нажаловаться. А мне-то как раз бы в следующем месяце было очень удобно. Посмотреть бы квартиру. Ну, без жильца же, наверное, неудобно, да? Ну, вы же не станете там ничего трогать. Положительного человека я сразу вижу. Ну, вот, мужу эту квартиру от завода дали. Кухня пять с половиной. По тем временам царские хоромы. Санузел раздельный. Ну, что, замечательные условия. Мне подходит. В конце месяца я вам звоню. Очень хорошо. Техника вся работает. Холодильник, стиралка, микроволновка, плита. Кухни, кстати, недавно ремонт сделали. Установленная в съёмной квартире скрытая камера подтвердила измену Стаса. Где-то я эту тётку видел. Наташ, ну, чего ты куксишься? Дело закончено. Можно заняться чем-нибудь поинтереснее. Ну, ты понимаешь, если Ксения промолчит, Алена так и не узнает, что её обманывают. Так может, оно и к лучшему. Спокойнее жить будет. Ты куда, Наташа? Скоро вернусь. Ну, вот результаты нашей работы. В общем, вы оказались правы. Держите. Я всегда знала, что он козёл. Вы перед тем, как с Аленой разговариваете, хорошо подумайте. Но вы поймите, что истина нужна не всем и не всегда. Чёрт возьми! Я вам не верю. Зачем вы мне всё это говорите? Потому что каждый имеет право на правду. А это доказанный факт. Посмотрите. Вы что, её знаете? Это моя сестра Алиса. Почему мне никто ничего не сказал? Ну, Алиска. Надо совсем совести не иметь. И это после всего, что между ними было. А что между ними такого было? Ну, вообще-то это не моя тайна. В детстве Алиса сильно заболела. Ей нужна была пересадка костного мозга. Родители не подошли. И они решили родить второго ребёнка. Как донора. Представляете? Ну, да. Я слышал про такие случаи. Пересадку делали два раза. Алиска выздоровела. Но самый ужас, что от Аленки ничего не скрывали. Но вы сейчас тоже собираетесь правду открыть? Ну, сейчас-то ей не шесть лет. А она так и выросла с ощущением, что запасная. И что Алиса имеет право на всё, что ей принадлежит. Включая жениха. Спасибо вам за информацию. И что, вы не будете ничего предпринимать? Ну, раз Стас скрывает эти отношения, значит, он хочет остаться со мной. Я это ценю. А ваша сестра? Алиса знает, что я всегда буду ей помогать. Прощайте. Ксения Филатова просит доказать, что её подруге Алене Зайцевой изменяет жених. Впрочем, Алене не везёт не только в этом. Малолетняя грабительница крадёт у неё телефон и деньги. Детективы устанавливают наблюдение за женихом Алены Стасом Придорожным и выясняют, что он встречается с предполагаемой любовницей на съёмной квартире. Вскоре им удаётся получить доказательства измены. Кроме того, выясняется, что любовница Стаса – родная сестра Алены. Насонов изучил данные по кражам, полученные от следователя Сироткиной. Алена чувствует себя, как, я не знаю, какой-то запчастью. Просто фильм ужасов. Ну, возможно, она в своём самопожертвовании более счастлива, чем это кажется. Ну, ей бы не помешала доля здорового эгоизма. Может быть. Смотрите, в этой преступной группе как минимум трое подростков, одна из них девочка на роликах. Ну, наверняка многие из пострадавших в полицию не обращались. Да это сейчас не важно. Смотрите, территория, где охотится эта ролерша, улица Советская, улица Чехова. Откуда она попадает в тупик, а там уже исчезает. Тупик, который я обнаружил. От гордости не лопни. В общем, брать её надо с поличным, и через неё уже выходить на скупчика краденого. Я думаю, что это он, организатор группы. Это что же, мы её целую неделю будем караулить на улицах? А если вдруг она себе каникулы устроит? А мы устроим провокацию, дадим Наташе крупную сумму денег, и Наташа будет гулять по улице Чехова. А это что, твой новый телефон? А что вот, как что, так сразу мой телефон? Дашь его, Наташа, зато у тебя будет прекрасный стимул задержать девочку до того, как она передаст технику скупщику. Я деньги пока приготовлю. Готовься. Только у меня телефон отберут, а тебе всё веселье досталось. Тоже нашёл мне веселье. Пацану утку изображать. Да, дорогой. Да, скоро буду. Целую. Ну всё, держи вора. Обидно, правда? Защитите меня от этого маньяка! Конечно, защитим. Слухал, ты уже маньяк. Только ты не дёргайся, у нас есть доказательства твоего преступления. Не переживай, я частный, ты где? Какого преступления? Я ничего не делала. Смотри, деньги в кошельке, который ты украла, были обработаны специальным составом. Это краска, так просто не смывается. Пойдём. Ну и как тебя зовут? Отвяжитесь. Килька. Хорошая клипуха. Для мелкой воришки, да, по документам. Да не ваше дело. И вообще, вы мне ничего не сделаете. Я несовершеннолетняя, да мне до 16-ти нет. А вот тут ты ошибаешься. Уголовный ответственный за грабёж начинается с 14 лет. Уголовный кодекс России, вот так-то. А дядя Стас говорил, что... Влипла ты, девочка. Фактически пустила всю свою жизнь под откос. Но тебе ещё можно помочь, если ты всю правду расскажешь. Ну, а что я? Ну, я добываю технику, а дядя Стас придуя в своей палатке. Да к нему и другие пацаны нос, я знаю. А фамилию этого Стаса ты знаешь? Типа подорожника. Не, придорожник. Но у него палатка на Пушкина. Вот так совпадение. Он ещё и телефоны тырит. А сумку бросать тебя дядя Стас научил? Ну да, дядя Стас говорит, что если я всё сразу скину, открою мобилки, то полиция никогда не поймает. Ну и симку надо ещё сразу в помойку. А деньги? Деньги я сама придумала. Мой закон и заработок. Законе некуда. Ну, дядя Стас ведь не будет проверять, что там было в кошельке? Деньги вернёшь. Теперь на мороженом экономить будешь. Алё, Марина Леонидовна, ну что, есть шанс взять продавца огранили телефонов? Угу. Мы нашли исполнителя. А где вы с ним встречаетесь? В кафе. Я покажу. Сейчас я объясню. Лена Тимошина по прозвищу Килька согласилась помочь детективам в разоблачении Стаса Придорожного. О, не надо было в квартиру лезть. Здесь бы сфоткали и всё. Ну кто ж знал. Смотри, это же... Алёна, идёт разбираться. Видишь, что ты наделала? Куда ты? Надо шефу сообщить, а то операция сорвётся. Хорошо установили камеру. Всё видно. Что случилось, Наташ? И зачем ты это сделала? Нет, Алёну уже не вернуть. Всё, всё, потом поговорим. Что, подчинённые излишне инициативны? Ну, это всё же лучше, чем лентяи. Да не всегда. Ой, сестрица Алёнушка. Привет. Стас, зачем ты так? Я готова тебя отпустить, если вы так любите друг друга. Почему вы мне ничего не сказали? Любовь. Да кому нужен твой Стас? Только такой идиотки, как ты. Алёна. Я всё объясню. Не надо. О, дядя Стас, смотрите, что я принесла. Телефон. Ремонт, наверное? Да нет, вы что смотрите, да он новенький совсем. А модель какая? Давайте денежки. Кажется, ты на той неделе покупал его. Приходи позже, дура. Стой. Я тебя узнала. Это ты тогда с моей сумкой на роликах. Стас, я всё поняла. Ты что, мой телефон тоже перепродал? А у тебя сердце не ёкнуло, когда ты его в руки брал? Да он... Модель ходовая. Ушёл бы сразу. Это было до того, как ты мне про кражу рассказал. Как вы считаете, этого достаточно? Вполне. Я думаю, есть все основания для задержания. Алёна, прости меня. Идите, идите. Я вам деньги верну и телефон, но только не сразу. Если бы от этого легче стало. Чувствую себя такой никчёмной. Во, я тоже. Слушай, хочешь, я тебя с нашим аспирантом познакомлю? Он ведёт курсы спидскейтинга. Вау, это будет круто. Только если будешь искать ещё приключения, то учти, мы за тобой следим. Да, если бы мне кто сказал, что мне дальше делать? Ну, мне кажется, вам надо пожить, попробовать для себя. Против Стаса возбуждено уголовное дело по статье 161 части 3. Он арестован. Килька активно помогает следствию, за Алёной ухаживает её коллега, но она не собирается знакомить его с сестрой. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Частный детектив Игорь Лукин приехал к своей престарелой тёте. Он привёз старушке продукты. Подскажите, пожалуйста, дом 17, корпус 5А. Кто в этих корпусах запутался уже? Вот, перед вами. А, а квартира 78 в каком подъезде? В этом подъезде. Спасибо. Да. Да нет, я вовсе не собирался возвращаться. А что случилось-то? Ага. Так, перезвоню. Там... Что случилось? Пойдёмте, там такое, что... Пойдёмте, пойдёмте, пойдёмте. Чувачка. Она умерла? Да. Когда вы вошли, дверь была не заперта? Нет. Алло. Добрый день, девушка. Моя фамилия Лукин. Я частный детектив. Здесь труп в квартире. Улица Набережная, дом 17. Корпус 5, дробь А. Квартира 78. Да, конечно. Здесь трогать ничего не надо. Она вам кем приходится? Сестра Ларка. Это не в гости приехал. Кто же её так? Зачем же? За что? Ну, никто. А что? Похоже, вот этот обогреватель на неё со шкафа упал. А вот кто её толкнул на шкаф, вот это вопрос правильный. Ты здесь ночевать собралась, что ли? Это что у тебя? Я посадила апельсиновой зёрнышкой. Интересно, вырастет или нет? Ты бы лучше монетку посадила. Золотую. Очень смешно. Поехали. 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 Он недавно вошёл, а труп уже остывает. Я думаю, часа два назад умерла, не меньше. Предъявите документы. Так. Справка об освобождении. Понятно? Что вам понятно? Я свой срок отсидел от и до. Это не значит, что я убил свою сестру. Вообще-то в подъезд он вошёл в 19.25. Я тому свидетель. Покажи тебе билет. На чём вы там к нам приехали? На поезде? На самолёте? На поезде. Поезд прибыл в 9.30. Понятно? Времени было предостаточно. Дайте позвонить. Позвонить мне, дайте! Отпусти его. Звони. Кому интересно. Сейчас я позвоню. Телефон меня украли в этом вашем грыбаном городе. Не судьба. Слушай, ну выручай. Ты же знаешь, что я не билал Лару. Помашу на его. В Москве оперативники задержали главу управы одного из районов столицы. Всё дело в том, что чиновнику очень приглянулся ресторан. И у полицейских есть все основания полагать. Мужчина там кормился и в прямом, и в переносном смысле. Его подозревают на прочь невзятки. Доброе утро. Лукин рассказал помощникам о новом деле и о том, что их клиент Артём Буховцев задержан по подозрению в убийстве своей сестры Ларисы Буховцевой. Его, естественно, задержали. В общем, я в следственный комитет. Надо выяснить, что к чему. Егор, ты давай к дому убитой соседей опроси. А тебе придется съездить в городе, где раньше Лариса жила. Возможно, я кто-то навестил из прежних знакомых. Так что давайте, за дело. Я хотел бы знакомиться с материалами дела моего клиента. Ваш клиент отбывал трёхлетний срок за финансовое нарушение неуплаты налогов. У них с сестрой был небольшой бизнес по продаже постельных принадлежностей в соседнем городе. Значит, пока брат отбывал срок, сестра сменила место жительства. Вот именно. Брат отсидел за двоих, вернулся за свои доли, а сестра заортачилась. Ну, он её толкнул, испугался и сбежал. А зачем же он тогда вернулся в квартиру? Чтобы обеспечить себе алиби. Он разыграл перед вами сцену у подъезда. Решил привлечь к своей особей внимания. Ну, в отличие от вас, мне не кажется, это очевидно. Я хотел бы поговорить со своим клиентом. Ну, часика через два вы это сможете сделать. Замечательно. Спасибо. Егор пришёл в подъезд, где проживала Лариса, чтобы опросить соседей. Здрасте. Вы случайно не соседка Ларисы Анатольевны Буховцевой? Да, соседка. А вы кто такой? Меня зовут Егор. Я помощник частного детектива. А-а-а. Вы по поводу Лариски? Именно. Простите, как вас зовут? Ольга Михайловна. Ольга Михайловна, вы вчера где-то в 17.30 были дома. Вы не помните, кто-нибудь в это время к Ларисе приходил? Нет, не помню. Я весь день дома просидела. А может быть, слышали, с кем Лариса разговаривала? А вот слышать слышала. Я в то время телевизор смотрела. Так они так разорались, что мне пришлось звук в телевизоре прибавить. Ага, а кто кричал, не запомнили? Голоса не узнали? Ну, одна Лариска, а вторую не узнала. То есть ссорились две женщины? Конечно, женщины. А мужской голос не слышали? Молодой человек. Вы знаете, я, конечно, в возрасте, но слух у меня еще хороший. Кричали две женщины. Ольга Михайловна, спасибо вам большое. Вы нам очень помогли. Пожалуйста. Артем Буховцев, освободившись из мест лишения свободы, приехал к своей сестре Ларисе и нашел ее мертвой. Лукин стал невольным свидетелем обнаружения тела. Следствие обвиняет Артема в убийстве сестры. А тем временем детективы выяснили, что незадолго до убийства Лариса ссорилась с некой женщиной. Игорь Петрович. В общем, я разговорился с соседкой Ларисой, некой Ольгой Михайловной. Она сообщила мне, что в день смерти Ларисы она слышала из ее квартиры ругань двух женщин. Мне кажется, эта информация может быть нам полезна. Но все, больше никого не застал. Егор, ты молодец, что тебе удалось эту Ольгу разговорить. Эта информация может помочь нашему клиенту. Возможно, даже удастся доказать его алиби. А вы с ними еще не встречались? Через полчаса поеду. А ты вот что, отправляйся в фирму Круг, где раньше работала Лариса. Ну, поговори с коллективом, узнай, с кем она общалась, кто мог к ней в гости прийти. Вот тебе адрес. Здрасте. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Ну, я очень надеюсь, что да. А, вы, небось, по поводу Ларисы. Вы знаете, это ужасно. Она вчера пораньше с работы отпросилась. А как она это объяснила? Вы были подругами? Нет, вы что? У нас с ней никто не дружил. Она всегда держалась особняком. Алло? Уже иду, Павел Васильевич. Но с боссом ее связывали неформальные отношения. Ну, вы меня понимаете. Разумеется. Мне бы с ним поговорить. Не знаю, примет ли он вас сегодня или нет. Злой, как собака. Может быть, после обеда подобреет. Ну, ладно, я пойду. Присаживайтесь. Сержант свободен. Ну-с, вы можете видеться со своим клиентом наедине. А мне скрывать нечего. Прекрасно. Начинайте. Артем, скажите, где вы были в день приезда до того момента, как пришли к дому Ларисы? Ну, просто гулял. Ну, а почему сразу не пошли к сестре? Так Лариса меня на вокзале встретила. Мы с ней в кафе позавтракали. И она побежала на работу. Договорились, что я вечером приеду. Ну, и пошел гулять. Первый день на свободе, сами понимаете. Понимаю. Артем, постарайтесь вспомнить, где вы были в 17.30. Ну, или около того. Может, в какое кафе заходили. Или в магазин. Да не помню, я просто ходил по улицам. Сумку оставил в камере хранения. Город незнакомый. Я не могу так точно сказать, где и во сколько я был. А вы с ответом не спешите. Вы постарайтесь вспомнить весь день в деталях. Поймите, это очень важно. Уж, пожалуйста, вспомните. Вы нас очень обяжете. Егор дождался, когда Павел выйдет на ланч, чтобы поговорить в неформальной обстановке. А у вас яблоко в ухлопной трубе. Помощник положил в карман Павла подслушивающее устройство. Мальчишки, не бойся. Весь день сегодня наперекосяк. Павел Васильевич, я помощник частного детектива. Мы расследуем дело об убийстве Буховцевой Ларисы Анатольевны. У вас ко мне вопросы? Да. Скажите, как она объяснила свой преждевременный уход с работы? Сказала, что ей срочно нужно к зубному. Хотя сейчас, мне кажется, что врач был только отговоркой. А может быть, она ходила к брату? К брату? С чего вы взяли? Ее брат в тюрьме. Да уже освободился. Они вчера виделись. Мне Лариса ничего об этом не говорила. Значит, ее брат освободился. Слушайте, а может, это он ее убил? Есть одно большое но. Перед смертью Лариса ссорилась с какой-то женщиной. И соседка слышала их крики. С женщиной? Да. Вы не догадываетесь, кто бы это мог быть? Я не имею ни малейшего понятия. Слушайте, у вас ко мне все? Я поеду, а то, извините, дел много. Да. Нет, я не понимаю, зачем ты к ней поперлась? Ну, извини. Лен, ну мы же с тобой уже все решили, все обговорили. Ну, ладно, ладно. Не плачь. Хорошо, я сейчас приеду. А вот это уже становится интересно. В прежней жизни у Ларисы была только одна подруга. Олеся. И та с ней больше не общается. Они поссорились? Еще как. Когда фирму Ларисы прикрыли, она заняла у Олеси достаточно крупную сумму денег. Но отдавать отказалась. Слушай, а не Олеса ли вчера навещала Ларису? Вот я тоже об этом подумала. Но нет. Олеса вчера работала до 7 часов вечера. И с работы никуда не отлучалась. А что с Артемом? У него есть алиби? Привет. Привет. Чай будешь? Спрашиваешь. Нет, с алиби пока ничего не получилось. Артем не может вспомнить, где был в момент убийства. Но мне показалось, что он что-то недоговаривает. Только не пойму, почему. Так может, он в это время бан грабил или ларек какой подламывал? Очень остроумно. И, кстати, не совсем абсурдно. Вполне возможно, что в это время Артем занимался чем-то противозаконным. Но обвинение в убийстве гораздо серьезнее, чем... Наверное, клиент думает, что мы сами все выясним. И поэтому правду говорить не обязательно. Ибо выясним. Я узнал, кто вчера навещал убиенную. И кто же? Елена, жена начальника Ларисы, Павла Родионова. Павел решил развестись с женой, чтобы сойти с Ларисой. Я поставил у него прослушку и выяснил, что у них через 3 дня будет суд. Вот это новость. Выходит, у жены был мотив. И еще какой. Ну что, едем к ней? Да нет, Елена Родионова сейчас у родителей. Ну хорошо, я завтра утром ее навещу. Да, я там была. Я просто хотела посмотреть, на кого Паша променял меня и сына. А потом замелась, как ненормальная. Вот точно, что ненормальная. Елена, расскажите, как все было. Да мы знаем, что вы Ларису убивать не хотели. Да не убивала я ее. Я просто высказала все, что на сердце накопилось. А потом убежала. Вот и все. То есть вы хотите сказать, что вы Ларису не толкали? Нет. Когда я ушла, она была в полном здравии. В котором часу это было? В котором? Сейчас. Когда я стояла на остановке, позвонила секретарша мужа. Вот. В 16.40. Лен, а что это Маринка решила тебе позвонить? Номер какой-то левый. Он что, этот номер не знаком? Впервые вижу. Так что она хотела-то? Марина позвонила. Сказать, что ты забыл свой мобильник на работе. И чтобы позвонил ей из дома. Бред. А вот только от нее я и узнала, что ты вызывал риэлтора разменивать нашу квартиру. А почему тогда врал, что квартиру нам оставишь, а? Какого риэлтора? Что ты несешь? Но он был тут. Он приходил, ждал тебя. Не дождался. Так. Деньги, драгоценности на месте. Ты проверяла? Все на месте. Деньги, украшения. Вообще, мужчина прилично так выглядел. Ну, я думаю, что на этот номер пора уже позвонить. Может, это прольет свет на это загадочное дело? То, что это была не секретарша, это сто процентов. Это не наш. А куртка-то ваша? Куртка моя. Правда, я ее давно не надевал. Постойте. Вчера, когда мы с риэлтором обсуждали обмен, у него зазвонил телефон. Телефон был в куртке. И куртка была черного цвета. Значит, он ошибся, положил телефон не в тот карман. Но кому принадлежит телефон, мы постараемся выяснить. Здесь я смотрю, вот несколько звонков от какой-то Ларисы. А может, это Лариса Буховцева? И кто к вам мог прислать риэлтора? Она, наверное, обмен и затеяла. Скажешь, не знал? Лен, честное слово. А почему вчера тогда не заехал? Ты же обещал заехать за вещами. Я тебе сейчас все объясню. Я думаю, что со своими семейными проблемами вы без меня разберетесь. До свидания. До свидания. Артема Буховцева обвиняют в неумышленном убийстве своей сестры Ларисы. Все складывается против Артема и отсутствие алиби, и его недавняя судимость. Однако детективам удалось выяснить, что незадолго до смерти Лариса ругалась с некой женщиной. Оказывается, Лариса Буховцева увела из семьи своего любовника Павла. Детективы подозревают Елену, жену Павла. Но на момент убийства у нее оказалось алиби. К ней приходил риэлтор. Спасибо. Вы зачем приходили к Елене Родионовой? Объясните, пожалуйста. Какой Родионовой? Я не знаю такую. Это жена любовника вашей сестры. И вы приходили к ней под видом риэлтора. Ну почему весь этот маскарад? Почему этот факт от меня скрыли? Да что рассказывать? Повел себя как последний дурак. В общем, встретила меня Лариса на вокзале. Артем, сейчас вместе позавтракаем, я на работу. Я постараюсь пораньше освободиться. Ну а ты пока по городу погуляй. Заметно. Как жизнь-то вообще? Замуж еще не собралась? Угадал. Ну, только есть одна проблема. Нужна твоя помощь. Если ты мне поможешь, то твои проблемы мы потом тоже быстро решим. Окей, выкладывай. Дело в том, что мой жених Павел, он еще не разведен. А я про разводи намерен оставить своей жене и сыну квартиру и продолжать поддерживать их материально. Нормальный мужик. Ну знаешь, я не хочу, чтобы за мой счет он содержал весь свой выводок. Он, видишь ли, считает свою жену невинно пострадавшей. И на этой почве у него вишли угрызения совести. А мы с тобой поможем ему от них избавиться. Это как? Нужно скомпрометировать эту Елену верную в глазах Павла. В обед мы с Ларисой встретились в кафе. Она с моего мобильного телефона позвонила Лене от имени Марины. И ненароком сообщила о том, что придет риэлтор. Так, а Павел должен был прийти домой, застать вас с Еленой и решить, что вы любовник ее. Ну да, ведь Павел знает то, что никакого риэлтора он не приглашал. Ну что-то пошло не так. Мне Лена очень понравилась. Она меня очень хорошо встретила, чаем напоила. А я пришел ее обманывать. Поэтому я не стал дожидаться прихода мужа и свалил. Ну а почему же этот факт вы скрыли от следствия? Я не хотел бросать тень на Лену. Мне терять нечего, понимаете? Ну к чему эти упаднические настроения, а? Вы скажите, во сколько точно вы были у Родионова? Ну нет у меня алиби. Я был в шесть в начале седьмого. Через час ушел. Позвонил Ларисе, а она трубку не брала. Я пошел к ней домой. Так, значит, в шесть в начале седьмого, да? Ваш телефон? Мой. Да, а смерть сестры в пять в начале шестого. Получается, я мог успеть убить сестру и добраться до квартиры Лены. Поэтому я не стал вам говорить об этом факте. Вы когда пересекали часовой пояс, забыли перевести время. Так что есть у вас алиби. И Елена это подтвердит. А как вы узнали, что это телефон Артема? Так я прочитал смс, которым Лариса посылала. А там то брат, то Артем. Даже симку не пришлось пробивать. Вот смотрите, что получается. Ларису убили между семнадцатью и семнадцатью тридцати. А риэлтор к Елене пришел, он же Артем, в семнадцать десять. Что Елена и подтверждает. Да, но по часам Артема-то это восемнадцать десять. Вот поэтому он и решил, что алиби у него нет. Подумать только. Из-за разницы в часовых поясах чуть человека не посадили. Детективы ждали Артема около СИЗО. Здравствуйте. Очень рады видеть вас на свободе. Спасибо. Надеюсь, это навсегда. Так кто же Беларису? Да вы не волнуйтесь, я думаю, следствие разберется. Я знаю, это следствие. Пожалуйста, отведите дело до конца. Обязательно. Вас куда-нибудь подвезти? Да, к Ларисе. Там у нее кошка осталась заперти. Потом там с голоду умрет. Подождите, но квартира опечатана, туда нельзя. И что же делать? Ладно, садитесь, попробуй договориться. Позвонив следователю, Лукин получил разрешение на посещение квартиры Ларисы. Ну, похоже, кошки здесь нет. Да была кошка, была. Могла, конечно, убежать. Нам нужно ее найти. Я ее себе оставлю. А может, у дворника на улице просить? Может, он видел? Точно. Здравствуйте. Уважаемый, вы тут кошку не видели? Такое полосатое, дымчатое. Кошка видел. Злой старуха ее с балкона скинул. Я ее вон в те кусты отнес. Пускай отлежится. Ну, подождите, как с балкона? А вы ничего не путаете? Эй, зачем обижаешь? А когда это было? Из какого балкона? Днем было. Сегодня. Он в тот балкон. Злой старуха и шайтан. Кошка скинул. Слушай, ведь этот балкон соседки Ларисы. Как ее... Ольга Михайловна, получается, что кошка перебралась к ней на балкон? Ну, зачем же так жестоко? Смотрите, жива. Жива, только лапку поихнула. Ну, и замечательно. Несите зверя домой кормить. А мы с тобой давай соседку-то навестим. Спасибо. До свидания. Ольга Михайловна, зачем вы скинули кошку Ларисы с балкона? Не говорите, что вы этого не делали. У вас вон рука оцарапана. И дворник вас видел. А вы знаете, что эта зараза у меня на балконе сделала? Ну-ка вот посмотрите. Рассаду я посадила. Так она все нужду туда свою справляла, понимаете? Огурцы у меня погибли. Я взяла все заново пересадила. И она и это растоптала. Но можно было бы как-то поговорить с соседкой. Да сколько раз я с ней говорила. По-человечески говорила. Лариска, ну не пускай свою кошку на балкон. Позавчера вы тоже заходили к Ларисе? Позавчера? Да нет, позавчера я к ней не ходила. Я сегодня захожу на балкон, а эта зараза опять на рассаде у меня сидит. Ну я и столкнул ее со злости. Вот эти семена были разбросаны у нее на полу. Вот точно такие же замочены у вас в мисочке. Да такие семечки можно в любом магазине купить. Может и можно, в любом. Только Лариса рассаду не выращивает. Ну значит я их неделю назад обронила. Я заходила к Лариске соды попросить, у меня и жога замучила. Все бы ничего, да только у Ларисы в квартире ни пылинки, ни соринки. Игорь Петрович, вы хотите сказать, что Лариса недавно убиралась? И если бы семена были просыпаны раньше... Вот именно, Аня, все правильно. Ну так что, Ольга Михайловна, сами все расскажете, или я это сделаю за вас. У вас еще есть шанс в полиции написать явку с повинной. Сама. Лариска, опять твоя зараза на моей рассаде сидела. Еще раз увижу, с балкона сброшу. Только попробуй. Подумаешь, кошка в ящик сходила. Скажи спасибо, что не корова. А ты пойдем посмотрим, что она там натворила. Всю рассаду опять поломала. Моих внуков без огурцов оставила. На базаре огурцы купишь. Тоже мне проблема. Пойдем, пойдем, пойдем. Посмотрим. Отстань ты! Ты еще толкаться. Ух ты! А! Если бы вы сразу вызвали скорую помощь, Ларису можно было бы спасти. Я очень испугалась. Я думала, она умерла сразу. Дорогие, получается, огурцы. Сынов человеческой жизни. Горшкова Ольга Михайловна осуждена по статье 111, часть 4, на 5 лет лишения свободы. Елена Родионова развелась с Павлом. Артем сделал Елене предложение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот уже третий день детектив Алексей Насонов поправлял здоровье в загородном пансионате. Однако его отдых был прерван самым неожиданным образом. Простите, а что там за проблема у их соседей? Похоже, сердечный приступ. А может, инсульт. Скорую еще 10 минут назад вызвали. Но домашние нервничают. Сами понимаете. А кому плохо-то? Главе семейства. Вот же не повезло мужику. В собственный день рождения и такое. Ну, вы уж успокойте там близких, а в скорую просто еще раз позвоните. Да где же эти врачи? А может, вы со мной? А то там уже, похоже, форменная истерика. Ну, ладно. Охранник отправился к воротам встречать скорую, а Насонов пошел в номер своего соседа Юрия Шибицкого, чтобы успокоить его родных. Детектива встретила Ольга, сестра жены Юрия. Гипосердин. А у вашего родственника что, повышенное давление? Нет, у него с этим все нормально. А алкоголем пахнет? Ну да, день рождения ведь. Вскоре в номере Юрия появился жених Ольги, Виталий Садченко. Я не знаю. Я вошла когда, он уже лежал. А охранник, что скорую вызывал, говорит, инсульт, наверное. Ну, это больше на отравление похоже. А у вас что, такой большой опыт? Ну, кое-какой имеется. Здравствуйте. Повинуясь интуиции, Алексей Викторович установил скрытую камеру в номере пострадавшего. После того, как совместными усилиями носилки с пострадавшим погрузили в скорую помощь, Насонов вернулся в свой номер. Мальчика настаивает, чтобы врачи, которые вырезали ее сыну аденоиды, были наказаны. Открыто входите. Простите. Я слышал ваш разговор с врачом. Вы частный детектив? Да. И? Врач сказал, что все симптомы отравления налицо. А Юра... Ну, в общем, мы с ним деловые партнеры. И я бы хотел знать, кто это его так... Как вас зовут? Степан Андреевич Чижик. Присаживайтесь. Поговорим. Алексей Викторович вызвал в пансионат своих помощников Данилу и Наташу. Ну что, быстро долетели. Минут за сорок. Ну, он, Алексей Викторович, удивится, да? Тебе удалось что-нибудь накопать на потерпевшего? Ну, только общие сведения. Юрий Анатольевич Шибицкий. 52 года предприниматель. У него свой бизнес в рыбной сфере. Ммм, значит, должен неплохо зарабатывать. Да, точно. Да, ну ладно, заезжаем. Так что тут все-таки стряслось? Ну, я думаю, что это покушение на убийство. А этот Юрий, видно, кому-то перешел дорогу. Врачи, разумеется, об этом в полицию сообщат. То есть не несчастный случай. И какие доводы в пользу убийства? Ну, например, то, что ни один здравомыслящий человек никогда не будет употреблять гипосердин совместно с алкоголем. Да, это написано в инструкции. Давление укатывается под плинтус, и клиент благополучно отправляется в кому, а то и в мир иной. Моя бабушка пьет это лекарство. Понятно. Ну что, тогда нужно присмотреться к ближайшей родне. Кому еще это может быть выгодно? Ну, смотрите, этот Юрий приехал сюда с сыном, с сестрой жены, ее женихом и со своими друзьями, семейной парой. А жена Юрия не приехала, потому что попала в больницу. Ну, сестра жены не такая уж близкая родня. Но если только она рассчитывает, что будущая вдова поделится с ней наследством... Ну да, в этой компании вообще очень запутанные отношения. Я сегодня наблюдал за ними во время обеда, но зрелище я вам доложу еще то. Куда поперек батьки прешь? Проголодался? Сиди и терпи. Что за недоразумение твоя мать родила? Ну, зачем так? Да заткнись, приживалка! Не балуй мне парня! Быстрее бы тебя замуж сбагрить, что ли. Вздохнул бы спокойно. Наконец-то! Где вас черти носили? Юрочка, с днем рождения! Мы долго думали, что подарить человеку, у которого и так все есть. Ну, или почти все. И решили, что выдержанный коньяк будет самым лучшим презентом. Да хорош юлить! Так и скажи, что пожмотничали! Спасибо! Ну, раз уж все собрались, может быть, начнем праздник? Черт, два часа. Что ж, попробуем ваш коньячок-с! Ничего себе! Взрывоопасная смесь! Получается, сестра жены, любовница, муж любовницы и все под одной крышей! Да, и прочие гости и родня, которые, судя по всему, не питают теплых чувств к пострадавшему. И еще у этого Юрия прямо талант людей выводить из себя. Но все делают вид, что ничего не происходит. Вот как вы думаете, почему? Ну, возможно, все они так или иначе зависят от Юрия. Молодец, правильно. И наша задача понять, на каком именно крючке он держал всех, кто присутствовал на празднике. Я, кстати, не сбрасывала бы со счетов нашего клиента. Ну, может быть, он обратился за помощью только для отвода глаз? Ну, да. Тогда, Наташа, ты этим и займись. А мы с тобой попробуем через администратора выяснить полные имена всех родственников и друзей потерпевшего. Я пойду тогда, Алексей Викторович? Давай. А знаешь, что меня тревожит? Что? Вряд ли Юрий смог бы выпить всю бутылку коньяка за время, которое прошло с начала обеда до момента приступа. Но когда я был у него в номере, я бутылку не увидел. Вопрос, кто ее забрал и зачем? А он пил коньяк в одиночку? Ну, во всяком случае, никому из гостей он не предложил присоединиться. Значит, на бутылке должны были остаться отпечатки злоумышленника. А в самой бутылке следы лекарства, которые туда подмешали. Но я думаю, что эту бутылку уже никто и никогда не найдет. И убрать ее успели до того, как начался весь этот крик и кавардак. В пансионате, где отдыхал Алексей Насонов, произошло несчастье. Отравлен один из гостей Юрий Шибицкий. Степан Чижик, деловой партнер Шибицкого, боится, что виновным в отравлении могут счесть его, поскольку именно он подарил Юрию бутылку коньяка, которая стала косвенной причиной несчастья. Чижик обращается за помощью к Насонову. Детективы берутся за дело. Знаешь, как-то все нехорошо вышло. Очень нехорошо. Степан, да чего? Наоборот, замечательно. Может быть, ты завтрашнего дня уже директором компании станешь. Катя, ты дура. Я обычный наемный работник. Думаешь, Юрькина жена будет возражать против того, чтобы ты управлял ее собственностью? Да она еще так лучше. В деле ничего не смыслит. Он тебя еще благодарить будет. Да ты же спала с ее мужем. Она тебя первой вышвырнет и меня заодно. Да ладно тебе. Между прочим, я с ним связалась только из-за тебя. Или ты запамятовал, как после нашего романа твоя карьера резко в гору пошла? Я тебя об этом не просил. Да если бы не я, Юрька бы на другую дамочку нацелился. И все бы бонусы достались не нам с тобой, а ей. Что, опять? Да. Разболелась, сил нет. Я же тебе уже выпрашивала таблетки у Ольги. Ты что, целую пачку выпил? Да я потерял все. Ну что я могу сказать? Молодец. Вот теперь мучайся. Кать. Катя. Оль, почему ты стала относиться ко мне так холодно? Почему ты от меня бегаешь? Поверь, пожалуйста, что так будет лучше. Тем более я сделала для тебя все, что могла. И Юрий догадался, кто ты такой. Да, и кто же? Ведь тебе совсем не я была нужна. И на этот день рождения ты не просто так рвался. Оль, ты бредишь. В любом случае я не осуждаю тебя. Прости. Степан Андреевич Чижик потихоньку скупает акции компании, которая принадлежит нашему потерпевшему. За два года его доля в капитале выросла до 48%. А формально кем он там числится? Замом Юрия Шибицкого. А я только что слышала, как он говорил своей супруге, что он простой наемный работник и что его могут уволить в любой момент. Ну, значит, это ответ на вопрос, почему этот господин вешает столь развеситую лапшу на уши своей жене. Данила, наш юный хакер, вскрыл электронную почту Степана, и там обнаружилась очень интересная переписка. Чижик проводит консультации с адвокатом, специалистом по разделу имущества и разводом. Если жена не узнает про акции, она не потребует своей доли. Все просто. Угу, понятно. То есть у него был реальный мотив устранить Юрия. Тогда бы он мог всю компанию прибрать к своим рукам. Значит, он на самом деле обратился к нам только для отвода глаз. Да, еще я слышала, что он потерял целую упаковку таблеток, которые его жена взяла для него у Ольги. Подожди, а вот это очень интересно. А что именно у него заболело? Он говорил? Сердце? Не знаю, он сказал, разболелось. Ну, наверное, сердце. Так вот, значит, откуда взялся блистер гипосердина. Смотрите, в комнате Юрия, похоже, какая-то движуха. Не переживай, твой папа еще выздоровеет. Вы уж простите его. Мы все тут немножко из колеи выбиты. Олечка, я все понимаю. Ольга, простите великодушно. Совсем изжога замучен. А таблетки ваши я с этой всей суматохой посеять умудрился. У вас случайно нет еще? Да, сейчас посмотрю. Вот, вы молодцы какие. На все случаи жизни лекарства с собой возите. Это заслуга моей сестрички. Да она эту аптечку сделала и теперь следит за ней. Пусть скорее поправляется. Она ведь опять в больнице с давлением лежит. Да нет, она же упала неудачно. Сотрясение мозга у нее. Держите. Олюшка. Олюшка, вы меня просто спасаете. Ну, вот это вот называется одним мерзким фактом разрушить такую прекрасную теорию. Выходит, что Степан брал лекарства не сердечные, а от изжоги. Значит, и партнера своего не травил. Так, и кто же тогда покушался на Юрия? Когда Юрию стало плохо, он потерял сознание. Был один персонаж, который очень радовался этому обстоятельству. Это Виталий, жених Ольги. Ну, а ему-то Юрий чем насолил? Запрещал Ольге за него замуж выходить? Ну, а зачем тогда Юрий его на свой день рождения пригласил? Пойду-ка я посмотрю, чем нынче занимается этот персонаж. Так, ну что же получается, что гипосердин – это таблетки жены Юрия, которая на день рождения не попала, потому что оказалась в больнице. Бедный ты мой, бедный. О, смотрите, Алексей Викторович, кажется, концерт по заявкам еще не закончился. Мама в больнице, а теперь вот и отец. Пусть он умрет. Ненавижу его. Дениска, да ты что? Твой папа, конечно, человек трудный и со сложным характером, и к тебе часто несправедлив, но так нельзя. Он избил маму. Подожди, она же споткнулась. Я все видел. Он ударил ее в живот и швырнул. А когда она ударилась головой, у нее из носа потекла кровь. Нет, ты точно не выдумываешь? Это очень серьезно. Нет, я не выдумываю. Я все видел. Пусть он сдохнет. Если б я был взрослый, я бы сам ему так врезал. Да уж. Слушайте, ну этот Юрий просто законченный подлец. И зачем его жена это все терпит? Ну, знаешь, Наташ, для некоторых женщин развод страшнее, чем побои. Хотя я с тобой согласен, здесь творится что-то уж совсем беспредельное. Да, кстати, как я поняла, Ольга живет со своей сестрой и ее мужем-тираном. И детства ей особо некуда, но только если к жениху. Смотри, какое вырисовывается интересное окружение у Юрия. Жена, запуганная им до невозможности. Сестра жены, которая мечтает как можно скорее выйти замуж и сбежать подальше от такого зятя. Также сын, который ненавидит своего отца. И любовница, которой от Юрия нужны только бонусы ей и мужу. А еще есть муж-любовница, которому не проще побороться за фирму Юрия. И пока только один человек, который никак в эту компанию не вписывается. А, Виталий, жених Ольги. Вот именно. Надеюсь, Даниле сейчас удастся что-нибудь узнать о нем интересное. Посмотри, пожалуйста, информацию на него в открытых источниках. Хорошо. Молодой человек. Виталий, кажется, да? Что вообще происходит? Перестаньте на меня пялиться. Я просто хотел посмотреть в глаза той мрази, которая убила мою сестру и моего племянника. Что вы такое несете? Садченко, тебе ничего не говорит эта фамилия? Никогда не слышала. Ты была за рулем того автомобиля, который сбил их на пешеходном переходе. Да что за ерунда? У меня и прав-то нет. Я долго тебя искал. Свидетельница правильно назвала номера. Автомобиль принадлежал Юрию Шибицкому. Мне даже пришлось встречаться с Ольгой, для того, чтобы появилась возможность хоть иногда присутствовать у нее в семье. Я даже слушать этого не хочу. Стоять! Свидетельница утверждает, что за рулем была женщина. Я было сначала решил, что это жена Юрия. Ну вот именно. А я-то тут при чем? За рулем автомобиля была эффектная блондинка. А жена Юрия – брюнетка. Да курица твоя свидетельница. Старая выжившая из ума бабка. Разве? Интересно, сколько бабла отвалил твой любовник ментам, чтобы они сочли ее показания бредом? Из чего вдруг он так быстро решил продать свою старую машину? Ты ничего не сможешь доказать. А мне не нужно ничего доказывать. Здесь и так все понятно. Юрий пустил тебя за руль, ты сбила мою несчастную сестру и малыша, а он начал заметать следы. Если ты денег хочешь, ты не получишь ни копейки, так и знай. Ты ничего так и не поняла. Твой подельник сейчас между жизнью и смертью. Судьбу не обманешь. Ты следующая. Псих. В пансионате, где отдыхал детектив Алексей Насонов, произошло несчастье. Один из гостей, Юрий Шибицкий, отравлен. Детективы выяснили, что серьезные претензии к пострадавшему имел Виталий Садченко, жених-своящница Юрия. Полгода назад машина Шибицкого, которой управляла его любовница Екатерина, сбила сестру Виталия с маленьким сыном. Виталий мог отомстить Юрию за смерть своих близких. Я как раз к вам. Ну что, выяснилось что-нибудь? Ну, мы работаем над этим, а что? Да жена хочет уехать, говорит, атмосфера тяжелая. Я думаю, вам стоит немножко подождать. Да не могу я ждать. Господи, да вы ничего не понимаете. Алексей Викторович, я кое-что узнала. Короче говоря, у Виталия была сестра Лариса и племянник Саша. Но полгода назад их сбила неизвестная машина. Саша скончался на месте, а Лариса скончалась месяц назад от тяжелейших травм. Думаю, это Виталий. Я только что слышал, как он признался в том, что втерся в доверие к Ольге, чтобы узнать, кто виновен в гибели его родных. Да, а как вы догадались? Да, еще. Юрий только что сменил машину, хотя его старой машине нет и двух лет. Шибицкий посадил за руль свою любовницу Екатерину, та сбил людей, а ему пришлось заметать следы. То есть во всем виновата Екатерина? Не Юрий? Ну, по крайней мере, Виталий из нее это признание вытряс. Нет, что-то здесь не клеится. О, смотрите-ка, в номере потерпевшего опять какое-то общение. Причем на этот раз именно с Виталием. Должно же быть этому какое-то разумное объяснение. Оль, нам надо поговорить. Пожалуйста, не прячься от меня. Я же раньше слышала твою фамилию. А сегодня вспомнила где. Я знал, что рано или поздно это произойдет. Да, и машина Юрия. Он всем сказал, что машина сорвалась с ручника и врезалась в дверь гаража. Оттого и перед помят. Естественно, ему все поверили. У нас же гараж под уклоном стоит. Да, он ее быстро-быстро отремонтировал и продал с глаз долой. Я все понимаю. И ты в своем праве. Если бы с моей сестрой Дениской кто-то так поступил, я бы тоже попыталась добраться до убийцы. Даю честное слово. Никто не узнает, что это был ты. Ой, ты о чем? Не надо делать из меня дурочку. Это же ты подсыпал что-то Юрию в коньяк. Отчего он отравился? Я же первая его обнаружила. Юра, что с тобою? Это твой женишок. Подсуетился, мразь. Чего, я его своими руками. А о чем ты? Думаешь, он на твои хилые прелести позарился? Я его сразу давно раскусил. За сестру свою. И ее щенка полез. Я ничего не понимаю. Виталий Садченко. Садченко! Это он! Юр, Юра, Юра! Нет, это был не я. Да и смысл мне его травить, если я тогда уже знал, кто сидел за рулем. Мою сестру убила Екатерина. Что? Если бы я шел по принципу око за око, именно эту стерву я в первую очередь отправил бы на тот свет, а не его. Не может быть. Оль, послушай. Я виноват перед тобой. Мы действительно не случайно встретились. Мне нужно было узнать изнутри все. Я выяснил правду, но... Прошу, молчи! Я знаю, ты сейчас скажешь, ты хорошая девушка, рано или поздно ты найдешь себе другого парня. Нет. Именно благодаря тебе я пережил отчаяние. Я люблю тебя. И это главная моя правда. Я сейчас сидела в номере и думала, что с ума сойду. Все стало рушиться. Все оказалось фальшью. Ну все, все, успокойся. Но ведь кто-то же отравил Юрия. А если не ты, то кто? Видимо, твой зять кому-то нагадил так сильно, что терпеть его выходки уже не было мочи. У тебя есть кто напрямить? Нет. Сестра, боже, она ведь... Это же он ее избил. Алексей Викторович, а кому вы звоните? В больницу. Здравствуйте. А не подскажете, как чувствует себя ваша пациентка Марина Шибицкая? Выписалась сегодня утром? Я понял, спасибо. А разве у нее не сотрясение мозга? Ну, говорят, что написала расписку о том, что предупреждена о возможных последствиях отказа от лечения. Сказала, дома ей будет лучше. Но это же совершенно меняет дело. Теперь мы знаем, кто унес эту бутылку с остатками коньяка. Ну, как и любая теория, это требует подтверждения. Пойду с охранником пообщаюсь. Ну, если эта жена Юрия постаралась, тогда его нисколько не жалко. Ну, да, аналогично. Только теперь ей может быть кисло. Покушение на убийство – это серьезно. Простите, а вы не видели сегодня на территорию женщину, но от нее число отдыхающих? Я уже разговаривал с охраной на воротах. Из новых сегодня только ваши ребята через КПП проходили. Угу. Вы разговаривали? А почему вы стали выяснять этот вопрос? Да видел бабу после отъезда скорой. Она со всяк ног бежала к воротам в обнимку с каким-то пакетом. Подумал, вдруг воровка. Но нет. Ребята заверили, что никто не уходил и не приходил. Угу. Скажите, а есть возможность попасть на территорию, минуя КПП? Ну, например, дырка в заборе или еще что-нибудь? Ну, это навряд ли. У нас с этим строго. Вы сказали, что никто не уходил, а семейная пара, они же собирались сегодня покинуть пенсионат. Видите ли, их настоятельно попросили остаться. Кто? Полицейские. Говорят, умер мужик этот, сосед ваш. Причем не своей смертью. Поэтому они теперь будут всех собирать и снимать показания. Скоро, кстати, и до вас дело дойдет. Спасибо. Спасибо за информацию. Опять вы? Вы не того человека защищали. Что вы имеете в виду? Это же вы унесли и спрятали бутылку с остатками коньяка. Вы были уверены, что убийца, ваш жених, вы его спасали? Подождите, подождите. Мы с Ольгой уже это обсудили. Я здесь ни при чем. Да я в курсе. А ты-то хоть понимаешь, что ты это наделал? Как вы смеете? Оставьте ребенка в покое. У него и так огромные горе. Денис знал, какие лекарства хранятся в вашей походной аптечке. Ты же знал, что мамин лекарство гипосердин нельзя смешивать с алкоголем. Так ведь? Ты заранее растер таблетки и, выбрав момент, высыпал их в открытую бутылку. Так все было? Я три дня об этом думал. Как только маму в больницу увезли. Дениска, ты что? Молчи, умоляю! Я люблю маму. Я ее защитил. Больше он не сможет ее обижать. С Денисом и его матерью работают психологи. Им предстоит длительная реабилитация. Виталий сделал Ольге предложение, но со свадьбы они пока решили повременить. Продолжение следует...